В эфире телеканала Обнинск ТВ программа Постфактум. Хроника событий уходящей недели. В студии Нина Замахина. Здравствуйте. Главная тема сегодня. Дню народного единства. Расскажем, как отметили праздник жители Наукограда. Чистый воздух. С 1 ноября на территории региона начала работать система непрерывного мониторинга качества воздуха. Борьба с наркозависимостью. Круглый стол по взаимодействию власти и специализированных учреждений в решении такой глобальной проблемы прошел в центре СПАС. Выявлен исторический объект. Обнинскому старому городу присвоен статус «Достопримечательное место». На деле погоны. В лицее технический состоялась церемония принятия в кадеты пятиклассников. Юбилейный вечер. Художественный руководитель и дирижер камерного оркестра «Ренессанс» Игорь Иванов отметил 70-летие. 4 ноября россияне отмечали День народного единства. В Обнинске к праздничному дню была подготовлена разнообразная программа мероприятий. Учрежден этот общероссийский праздник в памяти событиях 1612 года, когда ополчение, возглавленное Кузьмой Мениным и Дмитрием Пожарским, освободило Москву от польских интервентов. Памятная дата, которую страна отмечает с 2005 года, символизирует не только победу над врагом, но и сплочение народа. Праздник призывает не только вспомнить одно из важных исторических событий, но и напоминает гражданам о важности единения. В День народного единства для обнинцев состоялся праздничный концерт в городском дворце культуры. Со сцены в адрес всех гостей звучали слова поздравления. Радный подвиг во имя свободы стал началом выхода из смутного времени. Уже четыре столетия мы представляем радный подвиг национальных героев. Это праздник патриотизма, взаимопомощи, единения вокруг общих целей, которыми по праву гордится национальный народ России. Подарками для гостей, которые посетили мероприятие, стали выступления, подготовленные творческими коллективами и солистами городского учреждения культуры. Перед горожанами выступили танцевальная студия «Эдельвейс», народный коллектив «Ансамбль танца Купава», «Ансамбль народной музыки», «Играй рожок» и многие другие. Воскресенье в стране прошла всероссийская акция «Ночь искусств». Проводится это масштабное событие уже в седьмой раз. Музей истории города Обнинска также открыл свои двери для посетителей 3 ноября, предоставив жителям Наукограда возможность поучаствовать в различных мастер-классах, познакомиться с новыми выставками. Кристина Забожко продолжит тему. Началась акция в городском музее с открытия выставки Анастасии Мелеховой «Моя палитра». В других залах музея сотрудники подготовили детскую программу – мастер-классы для самых юных посетителей. Каждый желающий мог обучиться азам в технике оригами или изготовить крученый пояс и берег. Для обнинцев была проведена и лекция к 120-летию усадьбы Турлики Михайловская – «Дива России». Будет сюрприз для посетителей, которые увидят ролик, приготовленный специально для конкурса фестиваля туристского, проходившего в Зеленоградске и Калининградской области. Мы его приготовили специально для участия. И к нашей неожиданности, чему мы очень рады не сказано, мы заняли почетное второе место в номинации «Свободные команды». А затем сотрудники музея рассказали о хозяевах Морозовской дачи, ее облике и интерьере. Подготовлена была и экскурсия по выставке реставрированных произведений Василия Ефремова из фондов музея. Экспозиция была организована к 125-летию со дня рождения художника. И завершается наша программа традиционно представлением театра «Студия Деми», которое посвящено памяти Эллы Магомедовны Волковой. Именно в честь нее, ее работы, которые она делала непосредственно в последние годы жизни, воплотились в жизнь благодаря Демидову, руководителю этой студии. И будет представлена поэмом «Цири» Михаила Юрьевича Лермонтова. В этот вечер гостей собралось много. И стоит отметить, жителям Обнинска по душе эта традиционная акция. И в следующем году здесь снова перед Днем народного единства соберутся ценители искусства. В Калужской области Министерством природных ресурсов реализуется проект, направленный на улучшение экологической обстановки. Называется он «Чистый воздух». И с 1 ноября на территории региона начала работать система непрерывного мониторинга качества воздуха. Для этого начали устанавливать специальные посты наблюдения с автоматическими станциями. Это достаточно компактная малогабаритная установка, которая в себя включает блок управления станцией, газоанализатор и блок измерителей взвешенных частиц. Достаточно компактный размер, ее где-то приблизительно, наверное, полметра на сантиметров 60. Фиксировать, чем дышат люди, станут не только в Обнинске, но и в Калуге, Боровском, Малаярославецком, Ферзиковском и Дзержинском районах. В промышленно нагруженных зонах. По области запланирована установка 17 станций. Замеры и результаты в министерстве будут получать в режиме реального времени. Пока что идет период пусконаладочных работ. Продлится он, вероятнее всего, до начала января следующего года. В Наукограде первую станцию смонтировали 31 октября и разместили в 38 микрорайоне. Две другие появятся в 46 микрорайоне и около СНТ «Дружба». Это позволит контролировать состояние воздуха в промзоне. В Обнинске имели место прецеденты, когда жители жаловались на удушливые запахи оттуда. В газоанализаторы могут быть добавлены 4 датчика, которые определяют определенные уровни газов. В настоящий момент установлены датчики на такие газы, как оксид углерода, диоксид серы, сероводород и диоксид азота. А второй датчик стоит на взвешенный измеритель взвешенных частиц. То есть, то пыль, которая содержится в воздухе. Специфические вещества с предприятий такие газоанализаторы не уловят, отмечает Ирина Ануфриева. Для этого потребуется другое оборудование и другие методики. Один из постов будет также иметь погодную станцию. Погодная станция будет позволять измерять стандартный набор климатических параметров, таких как температура, влажность, атмосферное давление, силу и скорость ветра. В том числе для того, чтобы понимать, в какой момент времени, откуда и в каком направлении дул ветер, ну и понимать, какие были, так сказать, метеорологические характеристики в момент замера вредных веществ, содержащихся в атмосферном воздухе. Данные станции будут поступать сначала в областное министерство, а дальше, если возникнет необходимость, полученную информацию могут передать в органы местного самоуправления или в надзорные органы. Возможно, в дальнейшем сеть постов мониторинга в области расширится. Пока что выводы делать рано. Необходимо понять, как проявят себя имеющиеся приборы. Председатель экологического комитета не исключает, что данные со станции будут выкладываться в открытый доступ. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ 7 ноября представители руководства города Обнинска и Боровского района посетили медицинский центр «Спас». Для участников встречи была проведена экскурсия по учреждению, а его специалисты рассказали о работе с пациентами. Состоялся и круглый стол, темой которого стало взаимодействие центра «Спас» и власти, в решении такой глобальной проблемы, как наркотическая зависимость. В начале встречи генеральный директор медицинского центра «Спас» Игорь Лизунов рассказал гостям об учреждении и его работе. Начиная с 2005 года, мы очень активно, профессионально, можно сказать, занялись реабилитацией. Профилактикой мы всегда занимались, работой с детьми, в рамках военно-проприотической работы сначала, а потом уже в рамках системы правонарушений, профилактики правонарушений. А с 2005 года началась реабилитация людей, страдающих с алкогольной наркотической зависимости. Директор центра провел экскурсию, в ходе которой участники встречи посетили слесарную мастерскую, спортивный зал и библиотеку. Есть и художественно-ремесленная мастерская для самых юных пациентов, где они занимаются резьбой по дереву, лепкой из глины и многим другим. Пообщались и со специалистами центра. Приобрели в 2015 году установку, которая заднего стоит, это КТК-011, терапевтический контур. Работает очень хорошо в плане того, что восстанавливает поврежденный головной мозг. Четыре года работы и сейчас уже пришло понимание, что все равно, чем поврежден головной мозг, токсинами, либо наркотиками. Сейчас большая работа ведется в плане лечения детей-инвалидов. Обращение, то есть может человек, как сегодня, придет ко мне, это звонки, это обращение по интернету, это все считается обращением. Чем обращают? Вопросы разные. Есть по интернет-зависимости. Есть у нас очень много детей несовершеннолетних, которые употребляют. Они к нам обращаются, я им подыскиваю центры, и мы тогда с родителями едем, работаем с детьми только государственными центрами, никакими другими. Состоялся и круглый стол, в ходе которого обсудили проблемы и поставили задачи, которые необходимо выполнить. Анатолий Бельский отметил, что работа такого центра, как СПАС, необходима. На этом деле экономить, я думаю, что не стоит никогда. Это и против совести, и против людей. Я не знаю, еще какие тут эпитеты вот такие вот подобрать. То, что вы делаете, Игорь Константинович, это очень здорово. Наряду с физическим восстановлением идет духовное очищение через молитвы, через образ жизни. И многие, кто там достаточно сильный духом, хотя здесь это не всегда, они вообще уходят и возвращаются к полноценной жизни. Вот это вот преимущество, которое, к сожалению, не все многие понимают. Особое внимание участники мероприятия уделили такой острой проблеме, как детская наркотическая зависимость. По статистике Всемирной организации здравоохранения, от общего количества страдающих наркоманией, 60% – это молодые люди от 16 до 30 лет. Пятая часть – школьники, принимающие наркотики с 9 до 13 лет. Специалисты медицинского центра также рассказали и о профилактической работе, которая проводится во всех школах, как Наукограда, так и Боровского района. В основном общение происходит с родителями, чтобы не вызвать интерес у несовершеннолетних. Николай Калиничев такой способ профилактики поддержал. Вот наркотики, вот могила. Все. Без вариантов, что называется. Любой друг, кто нас абсолютно правильно сказали, что это может только развивать интерес какой-то там, да, и побуждать к тому, что, ага, если все-таки попробовать, там и так далее. Четко нужно устраивать ассоциативный ряд. Наркотики, смерть. Отметим, что СПАС – это один из немногих центров в России с полным циклом. Здесь людей не только лечат от зависимостей, но и дают возможность возвращения к нормальной жизни. Кристина Забожко, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. 10 ноября сотрудники МВД отмечают профессиональный праздник. Торжественный вечер, посвященный памятной дате, прошел в пятницу в Обнинском доме культуры Феи. История МВД насчитывает уже более 300 лет. И, как бы мы ни назывались, царская полиция, народная милиция, советская милиция, полиция, Россия. На каждом этапе у нас всегда были замечательные сотрудники, всегда были замечательные люди. История наша известна многими-многими событиями, которые прославляют нашу деятельность, прославляют нашу работу, прославляют вас. Профессия полицейских имеет особую общественную значимость. Именно они круглосуточно обеспечивают безопасность людей, защищая их от преступных посягательств, охраняя закон и порядок. Разрешите вас всех сердечно поздравить с вашим профессиональным праздником и сказать большое спасибо от себя лично, от жителей города, за ту работу, которую вы делаете, и которая делает наш город комфортным для проживания, безопасным. Служба в органах внутренних дел требует мужества, самоотдачи, а порой и настоящего героизма. Участие в разрешении локальных конфликтов и в миротворческих акциях свидетельствует о постоянной готовности полицейских отстаивать мир и порядок. Желаю счастья и здоровья вам и вашим семьям. Мы знаем, что вы рядом, в городе всегда будет спокойно, в городе всегда будет порядок. Спасибо вам огромное, низкий поклон от всех жителей города. Особенно теплые слова в этот день были адресованы ветеранам, которые являются примером для нового поколения полицейских. В течение многих лет несли они нелегкую службу. Им есть что вспомнить, чем поделиться, что сказать наставлениям младшим коллегам. В частности, говорили о том, что полицейским в работе важно руководствоваться принципами уважения прав и свобод человека и гражданина, законности и гуманизма. Я прежде всего хочу особо отметить тот клад и ту заботу, который в настоящее время проявляет старшее поколение ветеранов. Они здесь присутствуют. И очень приятно, что они находятся в здоровье, в бодром состоянии и всегда на любые просьбы, на любые общие дела, которые могут возникнуть в любой момент, они всегда находятся рядом с нами. Здоровья, удачи и всем крепкого-крепкого настоящего кавказского здоровья. Особо отличившихся полицейских и кадетов наградили грамотами и медалями. Отметили также сотрудников общественных организаций, средств массовой информации. Получил благодарственное письмо от начальника обнинских полицейских и наш коллега Николай Подлепалин за многолетнее сотрудничество, оказание помощи и содействия правоохранительным органам, незамедлительным информированием населения Обнинска о преступлениях и правонарушениях. Завершилось торжество праздничным концертом. Елена Ершова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ А седьмого ноября в Обнинском лицее технический состоялась церемония принятия пятиклассников в кадеты. В этот день ребята получили свои первые погоны и удостоверения. Эта традиция существует уже на протяжении десяти лет. С момента создания кадетских классов в учебном учреждении. Спустя два месяца после начала учебного года в торжественной обстановке в актовом зале школы пятиклассники принимают присягу. Затем им вручают удостоверения и погоны. В начале мероприятия с приветственным словом к кадетам обратилась директор технического лицея Ирина Строева. Десять лет назад в нашем образовательном учреждении был открыт первый кадетский класс правовой направленности. И это знаменательное событие не только для наших детей, для нашего учреждения, для родителей, но и для нашего города. Цель открытия кадетских классов – ранняя профессиональная ориентация школьников. Воспитание молодежи в духе патриотизма, любви к родине. Воспитанников кадетских классов правоохранительной направленности поприветствовал и начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Обнинску Сергей Воронежский. Без вашего желания, без того, что вы берете на себя дополнительные обязательства, это движение не состоялось. В преддверии дня сотрудника органов внутренних дел поздравить руководство лицея и кадетов с юбилейной датой и принять участие в мероприятии пришли член общественного совета Любовь Постникова, протеерей Сергий Вишняков, ветеран полиции Наукограда Гимзердзадзамия и депутат Обнинского городского собрания Анатолий Шатухин. К церемонии посвящения ребята готовились, учили текст присяги, ходили строевым шагом. Кроме основных предметов, которые входят в общеобязательную программу, у школьников в расписании присутствуют и другие занятия, связанные с кадетским правоохранительным направлением. В минувший четверг присягу кадета приняли более 30 школьников. 12 девочек и 19 мальчиков теперь, наравне с учащимися старших кадетских классов, будут носить форму сотрудников полиции и кадетские погоны. Стремится быть образцом для сверстников в дисциплине и учебе. За формирование кадетского движения, патриотическое воспитание подрастающего поколения, главный полицейский наукограда Сергей Воронежский вручил благодарственные письма руководителям учебного учреждения и классным руководителям кадетских классов. Сейчас в лицее обучение проходят учащиеся 5, 6, 7, 9 и 11 классов правоохранительной направленности. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Недавно на заседании Общественного совета при управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области было принято решение присвоить Обнинскому старому городу статус выявленного исторического объекта «Достопримечательное место – Обнинск, город мирного атома». Елена Яршова продолжит. Заявка на присвоение такого статуса старому городу была подана несколько лет назад в управление по охране объектов культурного наследия Калужской области руководителем Обнинского краеведческого общества Репенко Владимиром Тарасовым, но ее отклонили. Тогда с подобной инициативой выступили представители местного отделения Всероссийского общества охраны памятников. Заявку подали на этот раз в Москву, в Министерство культуры. И вот спустя почти год состоялся общественный совет, члены которого первоначально были настроены против присвоения данного статуса. Ну и когда я вам все рассказала, что атомная станция – это вот бывший испанский дом, да, что это вот сохранилось, что это дома строили, в этих домах, в каждом доме, если там, ну, разобраться, там жили ученые такие с мировыми именами. Вот. Ну и все-таки я их переубедил. Один человек воздержался, а все проголосовали за присвоение. Городские власти также заинтересованы в том, чтобы Старый город сохранить. Это нашло отражение в генеральном плане и правилах землепользования. Согласно документам, Старый город выделен в специальную зону исторической застройки 50-60-х годов. На площади Бондаренко уже прошла реконструкция фасадов зданий с сохранением их архитектурного облика. Восстановили даже лепнину. Отремонтированы дома на Ленина-2 и Ленина-4. Два дома на улице Менделеева. Мы сейчас вот с вами находимся, значит, на улице Менделеева, в самом начале этой улицы. Вот на фоне домов два и четыре. Они тоже вот совсем недавно были отремонтированы. И отремонтированы и покрашены, окрашены именно в тот цвет, который был исконным, настоящим цветом вот этих домов, когда они только вот первично были выкрашены. То есть это их настоящий цвет. И, конечно, хотелось бы, нам он тоже очень нравится, и хотелось бы, чтобы он продлилась. Вот и дальше дома были покрашены вот в таком же стиле, в такой же колористике. Многие жители района живут здесь с рождения, самостоятельно благоустраивают свои дворы. Они радуются, что дома в начале проспекта Ленина преобразились и огорчаются, глядя на соседнее здание. Цоколь некоторых из них нуждается в обновлении. Давно уже требует ремонта школы Шацкого. В последнее время в старом городе со свежим воздухом проблемы, а теперь еще срубили деревья возле библиотеки под окнами. На вид абсолютно здоровые сосны. Нет нигде в других микрорайонах естественного, вот столько такого количества хвойников. У нас хвойники, у нас даже, вы знаете, у нас даже не столько елей, елей меньше, а именно сосны. А сосны, они вообще-то, это же дерево очень полезное, очень полезное. Это если растет сосна, значит здесь экология хорошая. Проживающие здесь люди трепетно относятся к старым районам и поддерживают идею краеведов о придании старому городу статуса достопримечательного места. Если оно будет утверждено управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области, то сюда приедет комиссия специалистов, которая исследует и опишет дома и дворы, входящие в данную зону, что поможет старому городу получить статус памятного места и сохранить его архитектурную уникальность. Однако не все так однозначно. Данный статус повлечет за собой определенные ограничения и для городского руководства, и для жителей. 5 ноября в Обненском городском дворце культуры прошел в юбилейный вечер художественного руководителя и дирижера камерного оркестра «Ренессанс» Игоря Иванова. При полном аншлаге оркестр исполнил произведения классической и популярной музыки. Поздравить юбиляра пришли коллеги-музыканты, представители администрации «Наукограда» и депутатского корпуса. Игорь Викторович, низкий вам поклон за то, что вы сделали за эти вот годы в нашем городе области. Низкий вам поклон за то, что на самом деле мультипальник, камерный оркестер, он состоялся. Вот он здесь, вот его дирижер, вот его руководитель. Спасибо за то, что вы дарите классическую музыку. И не только классическую музыку. Вы дарите людям с таким высоким профессиональным мастерством. Далеко не в каждом городе есть свой муниципальный оркестр, тем более с многолетней историей. Это уникальное явление в культурной жизни берегут городские власти и нынешний руководитель оркестра Игорь Иванов. 2 ноября ему исполнилось 70 лет. Как-то незаметно прошло вот так. 70 лет – это просто повод подать концерт под особым углом, как-то выступить перед публикой, дать людям, чтобы они меня поздравили, я их поздравил. Под руководством Игоря Викторовича оркестр расширил репертуар в жанровом отношении и осуществляет важные для города проекты. Для вас ветераны, в рабочий полдень, дети Наукограда, оркестр и дети. В дальнейшем художественный руководитель Ренессанса планирует расширять репертуар, осваивать новые концертные площадки, привлекать еще больше публики на концерты, развивать сотрудничество с творческими коллективами и организациями культуры, поддерживать вокалистов. С оркестром и сегодня выступают солисты высокого профессионального уровня, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Сергей Севастьянов стал лауреатом 12-го международного конкурса имени Елены Образцовой. На конкурсе Сергей исполнил песню «Варлаама» из оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Мечта Игоря Иванова создать Обнинский эстрадно-симфонический оркестр, объединив два музыкальных коллектива – «Ренессанс» и «Духовой оркестр» Павла Дронова. Де-факто он уже существует. С большим успехом прошли несколько концертов – в Обнинске, в Калуге. Осталось осуществить идею «де юре», то есть придать коллективу юридический статус. У нас с Павлом Николаевичем есть репертуар, где-то года на три-четыре вперед, вот так, если играть. То есть проблем с оркестром нет. Ну, конечно, нужна какая-то поддержка. Я думаю, что город ее окажет, потому что наш город всегда поддерживал культуру. Все-таки наукоград. Эстрадно-симфонический оркестр, по мнению Игоря Иванова, значимое достижение музыкальной культуры нашего города. В оркестре есть все необходимое для работы. Сложный, уникальный инструментальный состав, обширный репертуар, сыгранность музыкантов. Этот коллектив достоин того, чтобы им гордились город и область. Елена Ершова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Вот такой увидели уходящую неделю наши корреспонденты. Мы стадем за развитием событий и о том, что произойдет, расскажем в очередном выпуске программы «Постфактум». Надеюсь, новости будут хорошими. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова